Дорогие друзья, с сегодняшнего дня вы стали баптистами, потому что слово «баптист» происходит от греческого слова «баптизо», и это слово означает «погружение». Именно поэтому мы, как баптисты, совершая крещение, мы полностью погружаем воду. Мы не кропим водой сверху, мы не поливаем. Так говорит Библия. Библия побуждает Церковь совершать крещение через погружение. Именно поэтому, наверное, в этой истории, которую мы сегодня слышали, когда Филипп крестил Евнуха, когда они ехали вот этой пустынной дорогой в Газу, и я думаю, наверняка и у Филиппа, и у Евнуха был с собой какой-то сосуд питьевой воды, и каждый, наверное, в любой расстоянии, сколько бы они ни проехали, Филипп мог взять этот сосуд и полить на Евнуха. Но они доехали до определенного места, когда Евнух сказал «Вот вода, что препятствует мне». И там написано «Они сошли в воду, и Филипп крестил Евнуха в этом водоеме». Поэтому с сегодняшнего дня вы стали настоящими баптистами. И то, что вы стали баптистами, означает, что вы принимаете вероучение баптистов, то, как баптисты верят в Бога, спасение, жизнь вечную, в церковь. Вы принимаете то, как баптисты понимают Священное Писание. Но кроме того, что вы стали баптистами, вы стали членами поместной церкви. Я хочу задать вам вопрос, братья и сестры. Вот перед вами молодые люди, которые вступили в завет с Господом, исповедовали веру. Вы принимаете их как членов поместной церкви? Слава Богу! Вы слышали? Мы принимаем вас, и мы очень рады тому, что с сегодняшнего дня вы становитесь членами поместной церкви спасения. Мы рады этому. Это была наша молитва. Мы хотим и дальше молиться за вас, чтобы вы были полезными членами церкви, чтобы вы служили Господу, чтобы вы следовали за Ним. «I have decided to follow Jesus». Вот эта фраза, которая написана у нас. Знаете, эта фраза взята из песни. Где-то больше 150 лет назад от проповеди одного миссионера покаялась семья в далекой провинции Индии. И когда эта семья, муж, жена и несколько детей уверовали в Иисуса Христа, вся деревня пришла в возбуждение. Эту семью призвали на совет, и на этом совете вождь этой деревни, вождь этого племени поставил этого отца, ему же он сказал, ты должен отречься от Иисуса Христа. И если ты не отречешься, вы все будете преданы смерти. И тогда этот мужчина, этот новый христианин, он произнес эту фразу, «Я решил следовать за Христом». «I have decided to follow Jesus». Вождь племени дал приказ, и полетели стрелы от лучников, и его дети были убиты. И Вождь сказал, «Если ты не отречешься сейчас, твоя жена будет убита». Он не отрекся, и жена была убита. «Если ты не отречешься сейчас, и ты будешь предан смерти». И он не отрекся, и следующая стрела полетела в него, и он был убит. Но эта история говорит о том, что, видя веру этих молодых христиан, этих новых христиан, через какое-то время вся эта деревня уверовала в Иисуса Христа. Что значит принять решение следовать за Христом? Что значит эти слова? «I have decided to follow Jesus». Значит ли это как-то легко провести свое время? Вы помните, были люди, которые подошли ко Христу и сказали, «Я пойду за тобой, чтобы это не следовало, чтобы не означало для меня». Христос сказал, «Лисы имеют норы, птицы имеют небесные гнезда, а мне негде голову преклонить». Другой сказал, «Я пойду, ну подожди какое-то время, я отца похороню, я свои дела закончу». Что значит следовать за Христом? Это означает полное посвящение, полная жертва. Христос сказал, «Кто хочет идти за Мною, тот отвергни себя, возьми крест и следуй за Мною». Что бы это ни означало.